Вышли как бы в эфир где-то в 2000 году, когда я уволился здесь с армии, спецпотребление, был закрытый, но Владимир Васильев уже уехал в Канаду и он там уже немножко тренировал, а я первый раз в 2000 году вышел в эфир. Все это понимаете, да? Ну вот, фактически 12 лет и система так очень заинтересовала людей, меня спрашивают, зачем я этим занимаюсь, я говорю, ну просто людям интересно, меня спрашивают, так я и рассказываю, поэтому раз интересно, то пожалуйста. Ну это немножко другой взгляд вообще, как бы и на борцовскую технику, на ударную технику, с оружием техника, то есть это ну совсем другой взгляд, то есть он немножко отходит от привычных нам каких-то правил, ну например ударной техникой. Вы все примерно знаете, да? Вот по системе. А делая строгое в системе, он вот так видит словно как? А нет? Да? Да? Ну давайте, знаете как, чтобы вы подходите, я по чуть-чуть вас постучу, вот, чтобы вы почувствовали, как эти удары. Ну вот это было первое. Ну может, все. Да, по очереди, подходите, да. А вы это у нас опять? Да, попробуйте. Вы видите, никаких замах. Да, стоишь на одной ноге, например, и одна рука. Поднял руку и удар. Подходите. 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 Ну и дышите сразу тогда так. Восстанавливайтесь. Покажите, сейчас. Но эти, они уже были, поэтому их можно… Слышно, да, удар? Он даже проходит и по полу. Вот прислушайтесь. Слышите удар, когда я забылай. Слышно, да? Через человека. Слышите? Да. Спасибо. А кто еще? Поворачивайся задом. Покачивайся задом. Ну да, значит, в интернете когда смотрят, как бы недоверчиво, что замаха нет ни от плеча, нету киме никакого, а вроде как угольник. В интернете надо было на телевизоре только вода, а вместо скотечности. Вот так. Поэтому здесь немножко как бы отличаются удары от всех остальных. Попробуй так немного. Ощущение будет. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. 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 И вот эти вот штучки, Саша, штучки вот эти вот сними лучше, чтобы зацепиться за что-нибудь. И браслет тоже лучше. Если хочешь мне, да, я тебе отдам в конец. Спасибо. Все попробуем, да? Значит, на самом деле это так и есть. Он бьет так же, как молоток. Если забивали хвостик, то ты держишь молоток, но так, чтобы не выпал из руки, а когда ты бьешь, ты поджимаешь руку. Так же мячом рубят, когда бьет, поджимают руку, чтобы не выпал из руки и чтобы силу вложить в удар. Да, то я где-то так и воду, а я еду в дрожжевику, а на конец смачкаю трошечку свою песню. Как формировать руки для удара? Самое важное, чтобы рука была ровной. Если удары прямые, то если рука стоит так или так, удар придет вот в этот сгиб и можно у себя руки сломать. Если кто-то не выделает, то будет взлом. Та сила, вот удары, а взлом и в запись. Да. Поэтому, когда вы складываете руку, вы должны сразу почувствовать, чтобы вот здесь рука была ровной, видите? Чтобы все время было ровной. Вот так немножко, так можно менять направление удара. Так трошечку может измениться меня. Вот. Ну а, значит, удары, которые как вы бьете, должны вы понимать, что если вы бьете удар, да, и, ну, вот бьют там по этим макеварам разным, да, если вы бьете, то смотрите, чтобы на вас не возвращался этот удар. Понимаете, да? Если бьете, ну, на боксе испытывая, как бы на макевару, так как бы та сила навертела в вас. Да. Вот смотрите, конечная, как бы, точка, да. Когда человек при ударе напрягается, да, напряжение. Если вы постучите обратно, видите, что получается? Видите, голова сотрясается, разбиваются плечи здесь, и голова, сотрясение головного мозга получается, понимаете? То есть сила одна идет туда, а одна обратно. Понятно. Это сила, да, от друга обратит до человека, до тела, до тела, до крюку, а разбивая там... Да, позвоночник и зрение садится. Поэтому, когда вы бьете, да, садите. Раз. Вот. Проверяем. Вот. Проверяем. Видите? Куда уходит удар? Контролла. Комната сила. Выходит из него, из человека. Значит, это удар правильный. Понятно, да? То есть правда. Значит, ну, конечно, если вы один раз ударили там второго человека по прямой, ничего может не случиться. Но если вы постоянно будете, ну, учить удары, и говорят, складываетесь, да, складываетесь удар, и вот вы всем силой, и получается, что вы так себя не любите, да, что получается сотрясение головного ноги. Вам оно надо? Если кто-то делает ядерократно, по два, то низ, а если кто-то делает убежание, каждый день на тренингутах, то вы подадите за себя. Удел это некий ураз. Не вам ради, а делайте по себе ровше, ровше, ровше. Да, если вы бьете боковые удары, они более такие, потому что всегда стрелку рисуйте, чтобы она выходила из тела. Но если вы, говорят, складываетесь, делаете это все с напряжением, напрягу тела, то вы опять получите что? Возврат в себя же. Если тело в ревнанности, то та сила в штыки для этого тела будет. То есть вы должны понимать, что есть правильные даты. Так же работают и ноги. Ноги так же работают. Ноги так же работают. Представляете. Ну вот. Ну вот. Ногу. Раз. И вы опять постучите по пятке. Видно? Вот так. В спину. И опять в голову. Контроллер как для силы. До сзади. Да? До сзади падает. До сзади падает все. А парни не падает. И опять голову. Значит это неправильно. Это неправильно. Значит должен выходить туда из вас, но чтобы не было напряжения. Вот смотрите. Сожми кулачок. Значит все тело должно быть расслаблено. Плечо расслаблено. Здесь расслаблено. А вот когда будет удар сюда уже наноситься, кулак просто зажимает. И зажим кулака ровно там полсекунды, там может меньше половины секунды. Именно на момент встречи тела с кулакой. Момент контакта. Еще раз. Вот движение. Слышно удар? А? Браво. Запомнили, да? Все тело расслаблено. Я почему я еще руку здесь держу, да? Чтобы она не повернула ее туда. Если так ударит, да? Весь удар за без сердца ударит. Поэтому я просто фиксирую руку. Видите? Есть. Супер. Правда, да? Хорошо? Супер, да? Не сдерживай руку. А ты ее как бы выбрызывай вот так вот в голову. Вот. Еще. Еще мяточек. Еще. оттолкнули. Вот. Сейчас оттолкнулась как под него. Удар. Еще немножко. Это опять на курс. Здесь плечо расслаблено. Ты ее как бы поднимаешь в руку, да? Ага. Ага. Попробуй вот так вот теперь. В момент удара. Опять. Вот. Ооо. Ну слышно проходит через него. До пола доходишь туда. Вот. Слышно по полу такое. То есть направление удара правильное. Можно по направлению ударить туда, туда, туда. Разные как бы направления. И здесь уже вы просто подворачиваете руку. Локоть, например, подняли, опустили. Понятно, да? Можно это делать разные удары. Разные удары. Да. А там локоть указывает, там сменять. Не подсчитай, ничего. Я могу подать руку, легкая. Ага. Да. Угу. Представьте, вот сразу сжимаешь вот здесь, видишь, руку. Вы поймите, что если вы только зажали кулак, смотрите. У вас сразу вот здесь напряжется. И оно будет тормозить удар. Вы как бы уже будете в ударе вот в этом положении. Но это не удар. Это напряжение тела. А у вас рука идет вот так вот. Видите, она расслабленная. А в момент удара... В момент контакта в удар. Попробуйте сейчас. Вот встаньте по парам. И чуть-чуть буквально. Бьете по... Ну, по сердцу не бейте с левой стороны. Бейте с правой. Бейте с правой. Чтобы вы не умеете, не умеете ритм с обьем. Можно по вот этим частям тоже так же бить. Да? Но не по ключице только. Хорошо? Хорошо. А я потом подойду к каждому и поправлю. Так после вас вы двойцы... Ну, я думаю, что встанется. Только вот с усанцами. Я фиксирую. Иначе даже если не встанет. Дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА